Сейчас до кого-то доедет, а до кого-то нет. Краткий экскурс в историю. Всегда такое было, но Индии восторгались по поводу стариков. То есть здесь жили дольше остальных. Гораздо дольше. В Индию маршруты, в которые продвигались со времен поселения человеческих в Европе, все и старались съездить. И долбанный Колумб собирался в Индию, и если что, он открыл Америку. И притащил оттуда всякие нелечащиеся в Европе фигни. В остальном, нормальный путь в Индию проложил Васка де Гама. К слову, об Индии. В далеком хрен знает котором году, в первый свой визит, он здесь сразу заложил исторически правдивое заведение. Нет, мест, где пролечиться в Индии, сейчас предостаточно. Но в то время крупнейший институт от Европы он сочинил здесь же. То есть практически 600 лет этому заведению. Теперь слово-то другое. Куда вам валить из рашки? К огромному сожалению, то, что нам внедряли, не имеет никаких корней с правильной медициной. Никаких! Понимаете, весь мир сначала мы разрушим, и мир медицины тоже, а потом попытаемся собрать. Но все наши лекари без Преображенского слинялись за бугор. Там спокойнее и дома не серут. Поэтому, если вы начинаете переться о нашей медицине, я вам серьезно говорю, что про это надо-то забыть. И, конечно, тоже здесь люди умирают от рака. То есть те самые 65% людей, умерших от рака, здесь никто не отменял. Но суть то. Рядом есть и Китай. И все, что дает вам желание прожить подольше, здесь есть. Есть по сути. И даже любое раковое заболевание здесь лечится в разы, а то и в десятки раз дольше. То есть вопрос номер один. У меня человек заболел миеломой костей. Ну понятно, но разрушаются они от рака, бывает такое. Понятно, попа. Но в России его схоронили за год, а здесь, внимание, 15 лет. Как-то так получается. Моя болячка. У нас 3,5 часа операции с непонятным результатом. И это с тем, что не дает пожить, потому что вас тупо привязали в центральной больнице Мухозапердянска. Вы хоть это представляете? Здесь 45 минут, и вы потом идете домой. Вас просто обмораживают. И на вашем теле, в ваших мозгах, не замораживаясь и не ведя вас в состояние комы, то есть с вами разговаривая, у вас удаляется раковая опухоль мозга. Вы не опухли? А я-то как? Мы не просто бред с точки зрения медицины какой-то. Извините, но мы бараны неотесанные. Так что, ребятки, это ваши правила, а не мои. Да, было грустно, но понять-то надо, что нормальное лечение раковых опухолей не с таким геморроем в очередях – это Индия. Нормальная и правильная Индия. И когда мне говорят, почему я везде еду с сыном, то это только потому, что я ему даю возможность чаще быть со мной. А в его-то глазах это гораздо круче. Что же такое Гуа? Ну, честно говоря, здесь бы хотелось бы пожить, если бы у меня не были проблемы с головой. В остальном здесь жить очень даже клево. А вы можете себе организовать бизнес, причем любой. Конечно, музыкальный бизнес вам здесь не удастся открыть, потому что все дело закончено. То есть не получится вам музыку, чтобы грохотало до утра и с утра до вечера. Ну, а другие бизнесы, пожалуйста. Сколько здесь стоит жилье? Мы находимся в Пананже, это центр. Естественно, в Пананже квартиры стоят примерно 3 миллиона рублей. Может быть, подешевле. Но если вы едете куда-нибудь подальше, там, где вы будете говорить на нормальном английском языке, возможно, вас там еще и поймут, то цена вопроса будет 1 миллион 100 за трехкомнатную, большую-большую квартиру. Что касается медицинского обслуживания. Медицинское обслуживание здесь дешево. Вообще, надо понимать, что все лекарства, купленные в Индии, не стоят дорого. И вы, в принципе, за сумму 200-400 рублей можете себе купить все, что нужно. Но не говоря про онкологию. С онкологией здесь лучше, чем у нас, но не так круто, как в Индии. Поэтому, sorry, если бы я хотел приехать сюда, я бы, наверное, не смог пожить в штате Гоа. Потому как для меня было бы проще поехать в Бомбей или в Нью-Дели. Там с моей головой лечат. А здесь, ну, не получается. Хотя для всех других, у которых нет таких проблем, это, естественно, Гоа. А лучше-то и не придумать.